Без выходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Здравствуйте! В эфире Минска городское управление МЧС. У микрофона Анастасия Гарбов. С начала года на тушение пожаров и загораний столичные спасатели совершили более 2700 выездов. В результате боевой работы были спасены и эвакуированы более 4500 человек. А вот 20 человек спасти не удалось. Печальную статистику погибших пополнила и текущая неделя. Минск чрезвычайный. Пожар в панельной девятиэтажке на улице Космонавтов во вторник утром унес жизни двух человек. О возгорании в МЧС сообщили соседи. В квартире на третьем этаже спасатели обнаружили 65-летнюю мать хозяйки жилища и ее знакомого на год старше. Пенсионеров передали медикам, но спасти их не удалось. По предварительной версии, к трагедии могло привести неосторожное обращение с огнем при курении одним из погибших. Для того, чтобы привлечь внимание общественности к проблеме гибели на пожарах из-за неосторожного курения, в эти дни в республике продолжается акция «Не прожигай свою жизнь». Работники МЧС в очередной раз обращают особое внимание на повышение бдительности населения к вопросам собственной безопасности и заботы о тех, кто находится рядом – соседи, родственники, знакомые. Ведь люди, злоупотребляющие спиртным и курящие в состоянии алкогольного опьянения, ставят под угрозу не только себя, но и окружающих их людей. Не забывайте, что риск гибели на пожаре на 80% снижает установка автономного пожарного извещателя. Громким звуковым сигналом он сообщит о появлении задымления и может предотвратить беду. С начала года 73 жители нашей страны спаслись именно благодаря АПИ. Минск чрезвычайный. Каждую неделю в оперативных сводках спасателей появляется информация о загорании автомобилей. В начале недели на улице Селицкого огонь вспыхнул под капотом БМВ. Причиной этого могло стать короткое замыкание электропроводки авто. Чтобы свести риск возникновения подобных происшествий к минимуму, своевременно обслуживайте и правильно эксплуатируйте свои машины. Не забудьте укомплектовать свой автомобиль первичными средствами пожаротушения и счастливой дороги. На сегодня это все. В заключении напомню, что сегодня в Минске сильный ветер. Порывами до 15-20 метров в секунду. МЧС предупреждает, что при сильном ветре необходимо соблюдать правила безопасности, стараться обходить шатки строения, избегать деревьев и потенциально опасных сооружений. Спасатели также рекомендуют автовладельцам поставить транспортное средство в гараж, а при отсутствии такой возможности парковать его вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Минск чрезвычайный.